Всем привет, друзья, с вами Атопчик, и сегодня мы вместе с вами будем изучать командные блоки в Майнкрафте. Сегодня мы с вами сможем сделать достаточно интересную схему, которая очень сильно понадобится вам при создании своих серверов, своих карт, или каких-то любых других своих проектов. А именно, активация команды по ПКМ. И давайте я сразу продемонстрирую, каким же образом это будет работать. У меня есть алмаз с названием «Пройти уровень». И когда я этим алмазом, например, тыкую, нам в чат пишется, что мы нажали ПКМ. Давайте приступим к созданию, собственно, этого с вами механизма. Но перед началом я бы хотел попросить вас поставить лайк, а также подписаться на канал. Ну а мы приступаем. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, начинается наш ролик вот с этого вот столбика с командами. И давайте я с самого начала вам всё расскажу. Первое, что вы должны знать, так это то, что все команды будут находиться вот в таком вот файлике, который я оставлю на своём сайте оттопчик.ру. Обязательно туда потом загляните. Ну а мы с вами начинаем. Первое. У нас создаётся команда с названием «Вау». Можно любое другое название ставить, но в таком случае вместо вот этого «Вау» вы должны ставить другое название во всех дальнейших командных блоках. Абсолютно. Итак, команду мы создали. Дальше. Мы создаём скорборд с названием «Вау» и критерием «MaincraftCustomMaincraft.talkitToVillager». Этот критерий отвечает за то, чтобы мы с вами разговаривали с жителем. То есть, как только мы открываем какого-то жителя, у нас добавляется одно очко в этот самый скорборд. Следующее. Мы в нашей с вами команде «Вау» «CollusionRule» выключаем на «Never». А также мы с вами «SeeFriendlyInvisibles» выключаем. «SeeFriendlyInvisibles» нам нужно просто для того, чтобы мы не видели с вами жителя. А «CollusionRule» нам с вами нужно для того, чтобы мы не пихали жителя, а также он не пихал нас. Скоро я объясню, что же это, собственно, за житель и зачем он нам нужен. Дальше мы выводим скорборд «SetDisplaySideBarWow». На самом деле, этот скорборд мы по окончании нашего создания уберем, потому что он не нужен. Точнее, не скорборд, а отображение его на дисплее. Активируем эти командные блоки. Первый из них должен быть импульсный «НуженСигнал», а все последующий цепной и всегда активен. Далее мы выдаем с вами предмет нам «Алмаз» с тегом «WowItem» и еще один тег «Алмаз» прописал просто для удобства. С зачарованиями на ничто, просто для того, чтобы он светился красивенько. И «DisplayName» «Пройти уровень». Я его поставил красненьким и жирненьким. Готов. Выдаем себе этот самый «Алмаз». Мы видим то, что он светится, то, что у него название «Пройти уровень», а также три «NBT» тега. Про «NBT» теги, соответственно, они у нас тут не отображаются. Далее. Мы рассмотрим с вами вот эту вот цепочку командных блоков. Она самая основная здесь. Без нее абсолютно ничего не работает, наш «Алмаз» не кликабельный. Абсолютно. Но здесь мы с вами относительно нас, у которого, относительно сущности игрока, у которого в инвентаре выбран, именно выбран предмет, с тегом «WowItem». Если не находится сущность «Житель», то спаунится «Житель» на четыре блока ниже нас, с тегами «WowVillager». Он тихий, его не убить, у него отключен искусственный интеллект, у него нету. Вот если бы мы сюда что-то писали, то ничего бы не работало. У нас бы просто открывалось окно торговли жителем. А так, так как у него нету торгов, то это окно и не открывается. И с эффектом невидимости. 9, 9, 9, 9, 9, 9. И партиклы отключены. Дальше. У нас следующая команда. Давайте я лучше буду показывать это вот здесь. Так, следующая у нас команда. Относительно «WowVillager». Относительно «Собачки П» с дистанцией меньше пяти блоков. Выбранным предметом «WowItem» телепортирует жителя на один блок выше нас. Это нужно для того, чтобы где бы мы ни находились, этот житель летал вместе с нами. И причем был он чуть-чуть над нами. Следующая команда. «Execute S» «Собачка Е» «Тег WowVillager» «Эд» «Собачка С» «Анлас Энтити» «Собачка П» «Дистанция меньше пяти блоков» «С выбранным предметом «WowItem» телепортирует жителя на минус тысячу блоков вниз». Что это значит? Это значит то, что как только мы убрали этот предмет из руки, наш житель телепортируется на тысячу блоков вниз. Ну и следующая команда. Просто его убивает там. Это нужно... Вот эта команда нужна для того, чтобы мы с вами не видели партиклов умирающего жителя, а также его звуков. Следующая. В команду. «TeamJoin» «WowSobачка Е» «WowVillager». Если он не в команде «Wow», то он входит в команду «Wow». А дальше. Он выходит оттуда, если, соответственно, его убивает. Ну и последняя команда, которая начисляет нам Скорборд одно очко, при том, что мы разговариваем с жителем. Но при этом, как только количество очков становится в Скорборде больше единицы, то есть единицы и все, что больше нее. То есть один раз мы поговорили, уже эта команда срабатывает. С выбранным вот этим вот предметом. У нас в Скорборде просто одно очко собирается обратно. Чтобы у нас все время было ноль очков. Вот. Скорборд сет «Wow 0». Собственно, как же это работает? Как только мы берем в руку предмет, у нас с вами спаунится какой-то житель. Этот житель невидимый. И если я перейду в режим наблюдателя, то мы видим то, что как бы вот он вместе с нами тут летает. Но в выживании, в креативе мы этого жителя с вами не видим. При этом, когда мы держим предмет, он здесь есть. Когда мы не держим предмет, этого жителя здесь нет. Когда мы держим предмет в руке, житель находится прямо над нами. То есть он прямо вот тут. А значит, когда мы кликаем типа алмазом, на самом деле мы просто кликаем по этому жителю. Нам в Скорборд «Talkit to Villager» начисляется одно очко. Это же одно очко потом у нас забирается. Но сигнал-то проходит. И дальше вы уже можете делать с этим абсолютно все, что угодно. Я сделал вот таким образом. Если у нас больше одного очка, у нас на один блок выше спаунится редстоун блок. То есть вот здесь вот спаунится редстоун блок при каждом клике. Дальше. У нас, соответственно, этот же блок сразу же убирается. Потом у нас резет очков происходит, чтобы опять ноль стал. И последний командный блок «Say вы нажали pkm». Здесь уже можно на самом деле все, что угодно, какие угодно команды дальше прописывать. Ну вот, например, можно прописать команду «gif собачка А диамонт». «Диамонт» блок даже 64. При каждом нажатии на алмазик нам будет выдаваться 64 алмазных блока. Выдается, выдается, выдается. Чтоб мы не делали, нам выдается. Дальше. Вы можете заметить, что когда мы тыкаем, у нас справа появляется Скорборд. В Сайдбаре. Нам это с вами не нужно. Поэтому мы просто пишем команду «Scoreboard Objective Set Display Sidebar». И оставляем это поле пустым. Все. Теперь у нас нифига там не будет показываться. Соответственно, вот этого спауна красного камня мы тоже видеть не будем. И это будет работать просто вот таким вот образом. Дальше мы можем сделать, допустим, если нам нужно, чтобы один раз только это срабатывало. Мы просто вот эту команду, в которой мы выдавали предмет, берем, ставим ее туда и этот же предмет просто забираем. Что ж, друзья. А на этом наш ролик подошел к концу. Если он вам понравился и вы хотите больше таких видосов, то не забывайте ставить ваши лайки и подписываться на канал. Все команды, конечно же, будут по ссылочке в описании на моем сайте оттопчик.ру. Карта, кстати, будет там же. Также не забывайте заходить на адрес моего магазина оттопчик.ру. Там есть очень много лицензий по достаточно дешевым ценам. И, кстати, можете написать в комментариях, у нас выходил недавно ролик про партиклы, каким образом я сделал вот это вот облако партиклов. И если вы ответите правильно, то ваш комментарий, конечно же, попадет в следующий ролик. И если вы знаете, можете написать, что же, собственно, это за облако с эффектами. Что это конкретно за эффект. Ну а я с вами, конечно же, не прощаюсь. Услышимся совсем скоро. Всем пока.